С ними работать и, соответственно, как их использовать для вашей торговли. Перед началом давайте немного пройдемся по тем участникам, кто у нас есть. Напишите, пожалуйста, из каких вы городов. Всегда очень интересно. Давно мы не проводили вебинаров. Сейчас мы будем это возобновлять. Вот вижу в чате уже достаточно большое количество людей, кто постоянно ходит на наши вебинары. Вижу новых участников, Краснодар, Иваново, Санкт-Петербург. Я вещаю из нашего головного офиса в Таллине. Поэтому думаю, что также из Эстонии у нас достаточно большое количество людей. Рига, Харьков. Фактически у нас интернациональный вебинар. Отлично. Максим Антипин, приветствую. Москва, Чита. Практически города не повторяются. Каждый трейдер находится в разных городах. Ну что ж, отлично. Давайте будем начинать. Наверное, еще один вопрос задам, чтобы мне тоже было чуть проще сориентироваться в формате нашего вебинара по поводу участников. Напишите, пожалуйста, в чате, какой у вас опыт торговли. Поставьте, пожалуйста, цифру 2, если у вас есть уже опыт реальной торговли. Если у вас, например, уже цифру 3, прошу прощения, если у вас есть опыт торговли на реальных счетах. Если цифру 2 только на демо счетах. И цифру 1, если ни на демо, ни на реальных счетах не торговали. Максим Атимпин, прошу прощения, цифру 3, если торговали на реальных счетах. Отлично, отлично, огромное большое количество участников именно цифра 3. Собрались у нас опытные трейдеры, поэтому сегодня постараемся дать максимум полезной информации. Поэтому здесь мы с вами будем и обсуждать те вопросы, которые появляются, то есть в формате стрима, который я делал на YouTube-канале 3 раза в неделю. Там больше я рассказываю о каких-то непосредственно вещах. А здесь мы как раз их можем обсудить. Кстати, запись, я видел, был вопрос по поводу записи. Запись будет обязательно на нашем YouTube-канале. Отлично, отлично, давайте будем переходить. Сейчас я сделаю, запущу, чтобы было видно то, о чем мы с вами сейчас, чтобы было видно то, о чем мы сейчас с вами будем говорить. И непосредственно уже разберем, что же такое торговля по уровням. Я расскажу о том, как я использую данный подход. Ну и, соответственно, поделимся друг с другом мнением о том, как же все-таки это работает. Итак, торговля по уровням. Как всегда, перед началом нашего вебинара предупреждение о рисках. Вся эта информация, которая дается на вебинарах, на этом вебинаре или на любом другом вебинаре, который проводит компания Admiral Markets, дается только в целях вашего обучения и только в целях вашего ознакомления. Каждой тем, идеи, те мысли, которые мы будем разбирать, не должны восприниматься как прямая рекомендация к действию. Вся информация дается только в целях обучения и только в целях ознакомления. Для тех, кто присутствует на наших вебинарах впервые, для тех, кто впервые попал в наши вебинары, представлюсь. Меня зовут Исаков Роман. Я являюсь региональным менеджером компании Admiral Markets. В Admiral Markets я работаю уже более 7 лет. Ну, а в целом опыт трейдинга у меня состоит уже порядка 9 лет. Поэтому в формате данных стримов я делюсь непосредственно своими наработками. То есть я не являюсь профессиональным трейдером, то есть я являюсь трейдером, который торгует на свои деньги. То есть все-таки профессиональный трейдер – это тот трейдер, который управляет чужими деньгами. Поэтому большинство из участников работают непосредственно со своим счетом. Поэтому я считаю, что в этом формате очень полезно делиться своими наработками, своим мнением. То есть то, что я, собственно, и буду делать в формате этого вебинара, ну и, в принципе, всех других вебинаров, которые у нас будут происходить. Так, сейчас я сделаю, чтобы увидел окно чата. Отлично. Что дальше? О чем мы поговорим сегодня? Вот я подготовил небольшой план того, о чем мы будем с вами говорить. Во-первых, мы разберем, что такое уровни поддержки и сопротивления. Я уверен, что те, кто написал цифру 3 в чате, уже знают, что это такое. Но все-таки это есть в теме нашего вебинара, поэтому мы еще раз по этим моментам пройдемся. Разберем, что такое динамические уровни. То есть это не горизонтальные уровни поддержки и сопротивления. Поговорим о принципах, по каким формируются как раз значимые уровни, то есть почему они формируются именно там. Поговорим о зеркальных уровнях, о пробое уровня, ложный пробой, подтвержденный пробой. Какие точки входа можно использовать с точки зрения торговли. Ну и что значит, собственно, войти эффективно в сделку непосредственно вблизи какого-то значимого уровня. По регламенту, также, коллеги, если у вас возникает какой-то вопрос, я буду заглядывать непосредственно в чат. Пишите, пожалуйста, комментарии, пишите вопросы, которые у вас появляются, и я также на них буду давать ответ, давать какие-то комментарии. По поводу понятий, да, уровни поддержки и уровни сопротивления, да, что же это такое. Давайте здесь вот немножко разберемся, да, есть поддержка, есть сопротивление. Да, вот сейчас вот я просто хочу, чтобы у меня было хорошо видно и немножко пожестикулирую, что называется, да, для лучшего понимания. Поддержка, да, то есть это какой-то локальный уровень, да, который находится под ценой, но которому не дает, который не может пройти цена. То есть вблизи этого уровня возникает большой интерес к покупкам, то есть спрос. С другой стороны уровень сопротивления, да, который находится выше цены, то есть который цена не может преодолеть вверх. В этом уровне, то есть цена почему его не может преодолеть, да, то есть это не просто линия, которая нарисована, она не может преодолеть его почему-то. Потому что по этим ценам начинает заходить, открываться продажи и, соответственно, высокий уровень предложения, да, на этом уровне, высокий уровень продаж. То есть каждый уровень, он образуется не просто почему-то, не просто потому, что там проведена линия, а просто исходя из того, что цена его не может преодолеть. То есть или продавцы, да, не могут пройти уровень поддержки и там начинают его откупать, или в случае продаж, то есть когда мы подходим к области сопротивления, то есть покупатели недостаточно сильны, чтобы его продавить и нужно собраться силами для того, чтобы его пробивать дальше. Ну давайте вернемся непосредственно в презентацию. То есть вот поддержка это высокий уровень спроса, то есть покупок, а сопротивление высокий уровень предложения, то есть продаж. Теперь давайте посмотрим пока схематично, несколько слайдов у меня для вас будет, чтобы посмотреть дальше, уже перейдем непосредственно в мета-трейдере по текущей ситуации, по историческим данным, то есть посмотрим, что, собственно, происходит на рынке. Итак, уровень поддержки, да, то есть здесь я привел пример по евро-доллару, как раз область тех минимальных значений, на которой мы находимся. И фактически здесь мы видим область поддержки, которую евро-доллар, там область 1.12 не может преодолеть. То есть мы несколько раз к этому уровню подходили и несколько раз от него отбивались. То есть первый подход, конечно, вот при самом минимальном значении, которое у нас было, мы можем ожидать, да, мы можем ожидать отскок, который у нас был, например, сформирован вот в данной области, да, то есть первый, чуть выше вот этого прямоугольника, который я здесь внес. Здесь мы могли ожидать фактически отбития от уровня и, соответственно, дальнейшего движения по укреплению, да, то есть по данному активу. И, соответственно, после того, как цена подошла к этому уровню, мы будем, можем ожидать отбития. То есть всегда трейдинг это вероятность, да, то есть вероятность того, куда цена может пойти. Соответственно, если цена находится вблизи области поддержки или вблизи области сопротивления, то это нам дает уже большие предпосылки на дальнейшие движения. Вот Валерий пишет по поводу плохого качества. Уточните, пожалуйста, качество звука, качество видео. То есть вот пока вижу, что все, других замечаний нет, то есть от других участников. Попрошу тоже всех тогда поставить плюс, потому что иногда бывает, что качество пропадает. Да, все, Руслан, спасибо, да, все отлично. Окей, то есть вот область поддержки. То есть идея состоит в том, что если мы находимся где-то вот в середине канала, да, то есть где-то в середине вот этого движения, покупать там более рискованно, да, чем вблизи области поддержки. То есть вероятность от того, что цена отобьется от этого уровня, она гораздо выше. Но, безусловно, нужно искать локальное подтверждение. Об этом мы поговорим дальше. Теперь сопротивление, да, то есть резистанс уровень. Здесь мы также видим, это, насколько помню, доллар и иена. А здесь мы также видим скопление в области линии, да, то есть мы не берем там те исторические данные, которые были до... То есть мы видим вот, что формируется в области сопротивления. Произошел, видимо, переподключение, но я этот момент заметил, поэтому мы продолжаем. В области сопротивления, то есть мы не берем какие-то исторические данные, исторические уровни, которые были до. Они тоже, безусловно, важны, их тоже нужно учитывать. Но сейчас вот разбираем именно сам момент, да, то есть который происходит. То есть мы видели раз подход, потом цена его не смогла преодолеть этот уровень, а потом не смогла преодолеть к нему второй раз, то есть мы могли от него ожидать отбития. Но, безусловно, тоже важный момент, который нужно учитывать, торговля только от уровня, она не всегда надежна. То есть в любом случае цена может этот уровень пробить, да, она может от него отбиться. Мы пока этого не знаем, но вблизи нахождения этого уровня нам нужно принять какое-то решение. Поэтому всегда должно быть какое-то подтверждающее решение того, что цена начинает двигаться в сторону нисходящего движения. То есть согласно, например, вашей торговой стратегии, если вы используете какой-то подход торговли на небольших таймфреймах, с помощью скаляющих средних или каких-то других инструментов, то есть должен быть сигнал начала движения в сторону как раз отбития. Потому что просто продавать от уровня очень опасно. Цена нам ничего не должна, она может его преодолеть, пойти дальше вверх и, собственно, дальше движение будет идти. Павел пишет, что звук пропал. Коллеги, как у остальных? Все ли в порядке? Плюсик, пожалуйста. Если звук есть. Звук есть, отлично, да. Соответственно, в этом случае, если цена, подойдя к области сопротивления, начинает отбиваться, то нам нужно получить как раз локальное подтверждение. Простой пример. Вот здесь как раз на графике у меня есть пример со свечами. Насколько помню, это часовой таймфрейм. Свечи там не так хорошо работают, но тем не менее. То есть это один из таких ключевых сигналов. Вот когда возникает такая модель свечная, да, то есть особенно сильно это будет на дневном таймфрейме, то есть длинное тело, маленькое тело, то есть длинный хвост, маленькое тело. Такая свеча говорит о том, что покупатели попытались, да, попытались вот проколоть этот уровень, но час, да, или день закрылся ниже открытия. Это говорит о том, что продавцы перехватили инициативу и, соответственно, вот дальше может начаться нисходящее движение, которое в рамках, ну, вот этого таймфрейма, оно было, ну, достаточно неплохим. То есть это могла быть инициация первой сделки, соответственно, стоп-лосс убирается за данный локальный максимум. И, ну, если ожидать более, да, более затяжное движение. Или если это торговля внутри дня, то, собственно, по средней виновной волатильности, то есть мы прошли, ну, примерно среднее расстояние по данному активу, то где-то внизу здесь можно было закрыться. Второй такой же вход здесь тоже мог быть осуществлен непосредственно по свечному анализу. Появилась такая же свеча, чуть меньше тела, ну, чуть меньше сам объем. И дальше, собственно, мы двинулись по направлению вниз. То есть вот мы показали сам импульс. Безусловно, очень важно, какой торговой стратегией вы пользуетесь, какие у вас параметры входа, выхода из сделки, как вы переносите стоп-лосс и переносите ли его. Но сейчас вот говорим мы непосредственно о самом входе, да, то есть о самом инициации непосредственно сделки. С точки зрения динамических уровней, ну, динамическими уровнями здесь фактически называются это просто горизонтальные уровни поддержки и сопротивления. Что нам это дает? Ну, во-первых, здесь у меня график S&P 500, как раз до, когда мы последнего локального максимума дошли. А когда у нас тенденция сохраняется восходящая, безусловно, покупать на откатах, особенно индекс, индекс, да, фондовый индекс довольно-таки интересно. То есть, ну, пока вот какого-то серьезного снижения мы не увидели. Вблизи этих уровней, опять же, могут возникать формации, завершение как раз вот этих коррекций, вот этих коррекционных волн и вновь перехода к фазу восходящего движения. Затем мы с вами во второй, ну, вот в конце этого скриншота видим, что цена вышла за эти уровни и дальше, собственно, цена пошла дальше по направлению вниз. Мы пошли корректироваться. Но сама идея состоит в том, что мы сейчас не привязываемся, да, то, что цена прошла вот в этот горизонтальный, прошу прощения, в этот динамический уровень, то есть трендовую линию, его пробило и, собственно, от этого тренд поменялся. Сейчас мы рассматриваем именно уровни как интерес для входа, да, то есть интерес для входа в сделку. Поэтому, когда такие ситуации появляются на локальных максимумах, да, то есть появляется сигнал на локальном максимуме, то такой сигнал будет всегда чуть более опасен, потому что вероятность коррекции, она всегда появляется. А вот как раз момент завершения вот этой коррекционной волны, он дает возможность присоединиться уже непосредственно более, более интересно по более интересным ценам. Сейчас мы закончим со слайдами, затем уже перейдем непосредственно в метатрейдер, будем смотреть там. Как уровни формируются? То есть вот здесь уже мы видим такую градацию тех уровней, которые могли быть сформированы по ходу движения. Это также часовой таймфрейм, достаточно небольшой таймфрейм с точки зрения работы по уровням. То есть я все-таки предпочитаю уровни смотреть на дневном таймфрейме, так как он является более надежным. И вот исходя из этого, уже мы можем делать свое предположение. То есть что здесь фактически мы видим? Ну начнем с самого верхнего. То есть мы видим локальный максимум, цена подходит к нему раз, подходит два раза, три раза, четыре раза. То есть она его преодолеть не может. И соответственно есть какой-то предел, который покупатели не могут пересилить. То есть они не могут перейти. И вот фактически сам нарисованный график нам об этом говорит. Здесь опять же, если мы видим несколько таких подходов, и дальше появляется локальный сигнал на подтверждение начала нисходящего движения. То есть вот например, вот здесь поглощение, здесь модель поглощения, здесь модель поглощения. То это опять же нам дает большую надежность для присоединения в сделку в сторону как раз отбития от этого уровня. Чем мы просто бы открывались по данному локальному максимум, потому что мы могли стоять также и вблизи вот этого уровня, и вблизи вот этого уровня. Но дальше мы видим, что цена его собственно пробивала. Здесь никаких ограничений не было. Но, с другой стороны, этот уровень начинает также становится быть зажат между областью сопротивления, между областью поддержки. Здесь мы видим ее внизу, от которой мы также отбиваемся. Но это классическое движение в боковике. Оно было не столь долгим, но тем не менее оно пока вот здесь сохранялось несколько дней. Затем дальше мы видим рывок в область, в следующую область поддержки. Опять же здесь мы видим те уровни, от которых откупали вот эти коррекции, которые происходили. Мы остановились также на следующем уровне. И вот следующий уровень, который был в большем формате, он, к сожалению, не влез вот на эту картинку, но он был чуть выше, да, то есть было нисходящее движение. И затем мы отбились от нижнего уровня. То есть, что это говорит? Это часовой таймфрейм. Если мы посмотрим эту картину на дневном таймфрейме, то там диапазон, безусловно, был уже. Но он является более надежным. То есть, вот эти промежуточные уровни, я их просто представил как образец того, как ситуация здесь может появляться. Теперь давайте вот эти моменты мы с вами закрепим непосредственно в метатрейдере. Откроем те инструменты, которые мы можем с вами посмотреть. Вот, собственно, тот же самый евро-доллар. То есть, я вот, кстати, в формате стримов, которые у нас происходят на нашем YouTube-канале, каждый, ну, три раза в неделю рассказываю также о своих идеях. Я веду торгую на своем счете, который был открыт на 1000 евро, потому что очень много как раз людей начинают примерно плюс-минус с этой суммы. И для того, чтобы как раз комфортно показать, как это может происходить, то я делюсь своими как раз идеями на нашем YouTube-канале. Сейчас ссылку вам приложу. Кто на него еще не подписан, то обязательно можете это сделать. Ну, и там же сможете найти запись нашего стрима, запись нашего вебинара. Там я делюсь о своих идеях. Пока счет у меня был открыт чуть больше полутора месяцев назад, пока баланс по его счету минус полтора процента, сделок было проведено достаточно большое количество. О них я также рассказываю. То есть, сделок было проведено много, но я как раз ищу те сделки, которые в момент расторговки у меня захожу с небольшим риском в ожидании на какое-то серьезное движение. То есть, в принципе, такие движения были пока единственные, которые удалось, которые рынок дал, это было движение по DAX, которое фактически окупило 10 отрицательных сделок, которые были проведены как раз в момент поиска торговой ситуации, поиска как раз вот этой расторговки. Что сейчас? По евро-доллару. У меня здесь была открыта также позиция на покупку. То есть, я ожидал продолжения восходящего движения как раз в рамках отбития вот этого уровня, но оно не прошло, собственно, дальше. То есть, пока на дневном таймфрейме смотрим. Первый вход у меня осуществлялся вот здесь. Вышли на новостях, которые были по ЕЦБ. То есть, несколько дней держалась сделка. Затем уже, в принципе, пошел вот такой коррекционный откат. Тогда по данному движению. И, соответственно, дальше мы с вами видим дальнейшее движение. Вот Борис задает вопрос как раз то, что мы обсуждаем. Дневной таймфрейм – это когда у меня включен D1. То есть, дневной таймфрейм, одна свеча, один день формируется. То есть, вот для меня это более серьезный таймфрейм, от которого как раз я осмотрю какие-то ключевые уровни. То есть, это D1, дневной таймфрейм, одна свеча, один день. Что сейчас мы видим? Сейчас мы видим, во-первых, вот здесь было отбитие от локального максимума. Прошу прощения, от локального минимума. Сейчас я сделаю чуть поближе, чтобы было лучше видно. И мы с вами видим, что вот была также модель как раз в формате самого низа. То есть, в самом низу у нас была сформирована длинные тени, маленькое тени. То есть, вот разворотная модель. После обновления локального максимума как раз я здесь вошел в сделку и вышел из нее где-то вот здесь. То есть, движение было не совсем, ну, достаточно много здесь я взял. То есть, порядка 40 пунктов. Это, ну, крайне мало. Ну, и в принципе, евро не так волатильный сейчас, но тем не менее. И, то есть, вот сигнал был на отбитие вот этого уровня. Конечно, здесь я ожидал движения в область там 1.14, но оно не произошло. Ну, такое бывает. К этому, безусловно, нужно быть готовым. И теперь, что здесь сейчас мы видим? Во-первых, вот сейчас может произойти как раз пробитие уровня. То есть, когда уровень пробивается. Опять же, сказать вот точно какую-то линию, да, назвать, что вот там 1.3522, 1.3312, мы не можем, да. То есть, это всегда какой-то диапазон. И здесь, ну, такое значимое значение играет как раз область, ну, то есть, в принципе, я беру все локальные минимумы, которые у нас здесь сформированы. То есть, вот локальный минимум, который был в начале марта, затем локальный минимум, который был в начале апреля. Вот сейчас мы подошли еще раз к этому уровню. Сейчас вот у него мы торгуемся. То есть, вот если по моей торговой стратегии появится сигнал как раз на отбитие, то есть, я получу сигнал на вход, на покупку, тогда я его буду торговать. Но если мы пробьем этот уровень и закрепимся за этим уровнем, то уже в этом случае я останусь вне рынка. И вот в формате как раз данного вопроса мы подошли, мы подошли о непосредственно вопросе, как определить пробитие тренда. То есть, что это такое, как он пробивается и как он непосредственно работает. Анна задает вопрос, три касания, говорит, о надежде смены тренда. Сперва ложный пробой, потом разворот. Ситуации могут быть разные. Вот, например, если мы опять же вернемся к евро-доллару. Был такой тоже очень интересный момент, который я торговал в прошлом году, но не в формате вот этих стримов, а в другом. То есть, вот, ну, просто на своем счету. Эта ситуация была как раз вот с этим снижением в конце, получается, в конце 17-го года. То есть, вот мы были на локальных максимумах, то есть, 1.12 практически там, где мы были в 17-м году, сентября 17-го года. И что здесь было? Вот была область поддержки, да, было несколько касаний к этому уровню. И здесь я вот как раз ожидал отбить от этого уровня. Здесь я пробовал покупать, сделка закрылась. То есть, также там было совсем небольшое движение. Вот потом мы этот уровень пробили. Фактически, вот нам эта ситуация говорит о том, что здесь может появиться новый тренд, да, то есть, новая формация. И нам нужно исходить из того, что она началась, да, то есть, она здесь может происходить. Но у нас автоматически появляется следующий уровень, за которым мы будем следить. И отбитие, то есть, пробитие его обратно нас возвращает фактически уже непосредственно к восходящему каналу. То есть, мы однозначно никогда не можем знать, будь это пробой он даст нам, там, не знаю, 100 пунктов, 1000 пунктов, 10 тысяч пунктов, мы не знаем. Мы можем вначале в него войти, да, безусловно, контролируя риски, и посмотреть, как ситуация будет развиваться. Ну, по крайней мере, моя логика заключается в этом. Поэтому я вхожу небольшим объемом и поэтапно постепенно стараюсь наращивать как раз позицию, если рынок движется в мою сторону. Так вот, что здесь произошло? Мы сначала пробили данный уровень, пробитием как раз является, в зависимости от таймфрейма, то есть, здесь мы берем такую ситуацию, при которой мы видим то, что хотя бы одна свеча закрылась ниже уровня. То есть, вот если у нас был уровень, мы пробили вот этой красной линией, то есть, мы его просто пока еще прокололи. Это не подтверждение пробития. А затем, вот следующая свеча, которая закрывается ниже этого уровня, она фактически говорит, что да, этот уровень пробит. И здесь мы можем пойти уже непосредственно вниз. Работать тут можно, опять же, исходя из того, что если появляется сигнал на продажу, вот уже в рамках вот этого тренда, то есть, он мог появиться вот здесь, то тогда его пробовать торговать. Потому что вот здесь других сигналов не было. Получается, раз, два, три, четыре, пять, пять свечей роста, причем рост был достаточно большой, порядка 200 пунктов. И, ну вот, войти где-то на продажу здесь, ну, возможности не представляло, да, то есть, мы просто росли. А вот уже, когда появилась небольшая остановка, здесь появилась коррекция, которая нам, опять же, могла дать возможность войти непосредственно на продажу. Но, то есть, мы исходили из того, что тренд поменялся, стал нисходящим. Мы искали уже непосредственно продажу. Затем, после обновления локального максимума, то есть, когда это движение не получило там какого-то сильного развития, мы перешли уже непосредственно в ряд покупателей. И вот теперь уже непосредственно коррекции, которые здесь появляются, завершение которых, опять же, является интересной точкой для присоединения. То есть, вот подход, то есть, вот был сформирован первое касание, да, по которому я фактически провел эту трендовую линию. Завершилась коррекция, мы двинулись дальше, следующая коррекция, мы двинулись дальше, коррекция, двинулись дальше. И вот тут опять появился локальный уровень уже в феврале, непосредственно 2018 года, который сейчас, который так и не был обновлен. То есть, 1,2550, область максимальной значения начала 2018 года. То есть, год назад мы здесь были. Опять же, не могли мы несколько раз этот уровень преодолеть. Здесь были потом уровни чуть ниже, и вот потом уже началось полностью все нисходящее движение, которое в формате тренда сейчас и, в принципе, сохраняется. То есть, опять же, если взять, да, вот такую общую картину, то покупки здесь пока, они достаточно опасны, да, то есть, так как это все-таки идет торговля против тренда. Поэтому риск нужно, безусловно, уменьшать. То есть, нельзя здесь входить с полным риском. И вот то, что Владимир писал, как раз вот здесь произошел ложный пробой, ну, точнее, он произошел, да, то есть, мы его пробили, да, то есть, мы просто в нем не очень долго находились. И, собственно, потом цена вернулась. Возможно, под ложным пробоем еще имеется в виду ситуация, при которой цена прокалывает уровень, но затем возвращается. То есть, как это может происходить? Вот, предположим, да, у нас есть какой-то уровень, давайте немножко порисуем, у нас есть какой-то уровень движения, например, было, было нисходящее. Сейчас я добавлю, добавлю сюда возможность добавить прямоугольник. То есть, вот, у нас было какое-то движение, то есть, мы предположим, что шли снизу вверх, да, то есть, у нас это область сопротивления. А, предположим, что у нас был локальный уровень, который мы прокололи, то есть, вот это еще не является пробитием, потому что на следующий момент может появиться как раз следующая свеча, которая начинает двигаться сверху вниз, да, сверху вниз, пробивает, закрепляется ниже локальных минимумов, то есть, это свеча поглощения, и вот тогда этот уровень, ну, то есть, ложный пробой, да, то есть, цена не пошла выше этого уровня. Но, здесь мы получаем дополнительную информацию, и у нас уже новый уровень, он сформирован, будет сформирован по локальному максимуму, то есть, вот здесь. То есть, мы берем в расчет уже область вот этих максимальных значений, которые у нас здесь появились. И после этого уже идет торговля. То есть, если посмотреть на график, это череда коррекций и импульсов. Коррекция и импульсов. Самая основная задача войти в начале импульса, да, может быть, даже не в начале коррекции, потому что коррекция не всегда может быть. Это может привести к, да, к какому-то серьезному движению. То есть, здесь важно отслеживать непосредственно сами колебания. Поэтому, отвечаю на вопрос по поводу ложного пробития, да, пробитие, ложного пробития таймфрейм, да, который вы смотрите, если это дневной таймфрейм, то есть, одна дневная свеча должна закрепиться за этим уровнем, то есть, и открыться и закрыться выше или ниже этого уровня. Если это часовой таймфрейм, то по крайней мере одна часовая свеча должна также открыться и закрыться ниже данного уровня. Поэтому сейчас вот, например, покупать просто здесь по локальным минимумам, ну, наверное, это не так опасно, как продавать, да, то есть по самым минимальным значениям. То есть если уж продавать, то дожидаться коррекции, а покупать без какого-либо подтверждения довольно-таки опасно, потому что, например, вот тот же уровень, который был здесь, да, с одной стороны цена к нему могла подойти, мы могли получить какой-то косвенный признак того, что цена начинает отбиваться, но потом мы просто пошли по направлению вниз и фактически здесь не было как раз сигнала на вход, то есть не было сигнала на отбитие от этого уровня, то что цена начинает вот двигаться в эту сторону, которое было, например, вот здесь, да, то есть модель поглощения, вот здесь была модель поглощения, вот здесь была модель поглощения, а вблизи этого уровня ничего не было, то есть здесь ожидать что-то, ну, довольно-таки глупо, да, То есть цена просто пошла дальше вниз, и просто открывать сделку вблизи уровня довольно-таки опасно. Это, об этом важно помнить. Поэтому и здесь по евро-доллару, в принципе, по основной инструменту, который смотрят большинство трейдеров, сейчас вероятность, конечно, продолжения исходящего движения, она есть. То есть цена может дальше пойти вниз, но нужно держать в голове, то есть как торговый план, то что если будет формироваться отбитие от этого уровня, как это было, например, здесь или здесь, то уже рассматривать сигналы на присоединение. Локальный уровень основы анализа пробоя. Чем отличается пробой от коррекции? Чем отличается пробой от коррекции? Я думаю, что, надежде, согласно вашему вопросу, было бы очень интересно рассмотреть как раз следующий вопрос, который есть у меня в презентации, это зеркальный уровень, то есть то, что мы как раз обсуждали. И вот, наверное, в контексте вот этого вопроса я попробую дать вам ответ. Но если не все будет понятно, то напишите, я попробую с другой стороны зайти. Что такое зеркальный уровень? Зеркальный уровень – это тот уровень, который сначала был уровнем сопротивления, потом становится уровнем поддержки. Вот, например, опять же, по данному движению, которое у нас было, мы видим, что цена сначала стояла вблизи данной области сопротивления, затем она его пробила. То есть мы видим одну свечу закрепления, пошло какое-то восходящее движение, и вот дальше пошла коррекция, да, то есть вот это нисходящее движение, оно является коррекцией. И от этого уровня, то есть этот уровень сработал уже с обратной стороны. И мы от него также можем искать уже непосредственно покупки, то есть в сторону того движения, куда сначала было пробитие, да, то есть вот это движение, и затем отсюда уже покупать. То есть покупать, опять же, по самым максимальным значениям всегда очень опасно, очень рискованно. Здесь лучше дожидаться как раз вот отбития от локального уровня, и затем уже дальше двигаться по направлению вверх, по коррекции. То есть здесь пробой, вот еще, да, на один момент, пробой, он как раз происходит на импульсе, да, то есть вот здесь была коррекция, отбитие от этого уровня, она завершилась, пошел импульс, мы на импульсе пробили, затем была коррекция, затем был следующий импульс, который обновил локальный максимум, затем была коррекция. Вот как раз пример ложного пробоя, здесь тоже я выбирал ситуацию, как раз здесь был ложный пробой, то есть вот мы прокололись, затем вернулись, и потом фактически за этот уровень мы не заходили. И потом начинал следующий импульс, который как раз пробил опять локальный максимум, подтверждая сохранение восходящей формации, ну вот, по крайней мере, в данном случае, в данном формате, по данным уровням. А как это еще может работать? Ну вот простой, простой, наверное, инструмент, который можно рассмотреть, это с точки зрения торговой стратегии. То есть вот сколько трейдеров существует, столько и существует торговых стратегий. Сейчас нас онлайн смотрит в данном стриме порядка 70 человек, и я уверен, что у каждого свой подход к трейдингу. У каждого торговля отличается, и это вполне нормально. То есть не бывает, ну я, по крайней мере, не встречал двух трейдеров, кто торгует, ну, прям совсем одинаково. То есть могут сходиться какие-то общие моменты, какие-то общие понятия, но сам алгоритм может отличаться. Но идея состоит в том, чтобы, да, то есть работа с уровнями как основа торговой системы, как основа торговой стратегии. Если мы возьмем какой-то актив, да, то есть, например, там золото, вот мы, кстати, давно не смотрели золото, давайте глянем, что у нас происходит по золоту, потому что там тоже достаточно такие большие движения у нас происходили по данному активу. Вот, ну вот опять же, да, с точки зрения зеркального уровня, то есть вот был область максимальных значений, да, то есть за какой-то период времени, а затем цена его пробила, и вот был как раз ретест к данному уровню, но тут не совсем хорошая картинка, но тем не менее, то есть как это работает. Вот к этому уровню подошли, потом пошло восходящее движение. Для тех, кто торгует внутри дня, вот эта ситуация, наверное, была бы, ну, максимально интересна. Для тех, кто торгует, вот для тех, кому, как и мне, наверное, интересно вот такие движения, здесь можно было нарваться на ложный пробой, но если только стоп-лосс не стоял вот где-то здесь. А так здесь вполне вероятно, что можно было из этой сделки выйти и дальше уже заходить по новому уровню. Вот потом цена, когда вернулась обратно в этот диапазон, двинулась дальше. Ирина, сейчас у меня стоит дневной таймфрейм, я смотрю золото, да, то есть по золоту. Дальше, что мы с вами видим? Вот сейчас картина довольно-таки интересна, да, потому что у нас здесь есть область поддержки, 1279 долларов за тройскую унцию, уровень, который, от которого мы вот торговались 22 января, мы от него отбились, затем отбились в начале марта, и вот, который пробили, да, пробили непосредственно уже 18 апреля, да, закрепили за этим уровнем. А что здесь можно ожидать, да, вот, как вы считаете, кто как считает, здесь нужно покупать или продавать? Вот просто интересно, кто как думает, кто бы что сделал. Напишите, пожалуйста, в чате, кто бы что рассматривал. Мы сейчас вместе попробуем порассуждать на этот вопрос. Продажа, продажа, от 1280 продажа, продажа, ну, все продажи делают. Окей, хорошо. Ну, я бы тоже рассматривал продажу. Вот Алекс пишет, 1250 покупка, то есть, ну, это уже более по локальным уровням. И вот единственное, что, то есть, опять же, как, вот там, уровень 1250, да, условно, то есть, можно ожидать от него покупку, да, то есть, там, с точки зрения, может быть, какие-то фундаментальные данных, и, соответственно, но нужно все равно локальное подтверждение, то есть, что цена начинает двигаться, начинает отбиваться от этого уровня уже непосредственно на покупку. Если исходить из того, что у нас тренд, например, нисходящий, то вот сейчас мы находимся в фазе коррекции, да, то есть, мы находимся в фазе коррекции, да, и, фактически, вот, пока цена не ушла выше данного локального максимума, да, то есть, последний уровень, который здесь был сформирован, коррекция таковой и будет, да, то есть, неважно, мы двинемся вот так или мы двинемся вот сюда, она и будет являться коррекцией. Соответственно, вот этот разворот, то есть, движение вниз, оно может появиться в любой точке, поэтому здесь нужно будет уже смотреть локально, используя подтверждение на меньших таймфреймов, то есть, на таймфрейме принятия решения, например, на часовом таймфрейме, то есть, когда цена уже начинает двигаться, вот, начинает двигаться в сторону вот этого тренда, поэтому тут, ну, вот я, например, для тех, кто работает с депозитом до тысячи, и я у себя по золоту сделок не открывал, потому что тогда придерживается риск 1%, здесь, ну, практически невозможно, очень волатильное движение и достаточно большие ступлосы, поэтому для тех, кто торгует на больших депозитах, то здесь также можно рассмотреть золото. Вот сейчас я, скажем так, то есть, безусловно, вот по поводу, да, Сергей задает вопрос по поводу счета, то есть, вот сейчас я сконцентрировался в том счете, который у меня есть, да, то есть, который я практически каждый день показываю, который есть в открытом доступе, то есть, можно получить пароль инвестора, да, подключиться и смотреть, то есть, что я там делаю, или читать на трейдинг-вью, то есть, когда я также делаю какие-то сделки, какие-то идеи. И пока, то есть, вот на текущий момент, согласно моему риск-менеджменту, по золоту я не могу входить, потому что это превышает риск 1%, поэтому сделок по золоту сейчас у меня нет. После того, как будет наращен какой-то определенный объем, когда уже будет больше запас, тогда я также для себя золото и рассмотрю. Но пока вот я по нему не торгую, поэтому здесь даже в списке основных инструментов его нет. Но такое бывает. И, соответственно, вот сейчас, что можно смотреть по золоту, это, ну, во-первых, ожидать здесь мы можем коррекцию, даже если мы зайдем вот в этот уровень, это будет пока оставаться коррекцией, да, то есть, коррекционным движением. А возврат уже дальше непосредственно к продажам, он может как раз помочь, может помочь начать вот это нисходящее движение, и вот тогда нужно будет искать уже локальное подтверждение. Давайте посмотрим, например, те ситуации, которые были по DAX. Вот по DAX, например, была та ситуация, которую я как раз торговал. Вот сейчас я ее здесь обозначу. Мы с вами двинемся на очень больший таймфрейм. То есть, эта ситуация как раз была сформирована вот в данной области. То есть, вот у нас было коррекционное движение, то есть, мы перешли в фазу роста, да, то есть, начали двигаться в сторону восходящего движения. У нас была волна коррекции, которая завершилась, и вот здесь я присоединился на покупки. Вышел чуть раньше, ну, точнее, вышел так же, как хотел, путай к профиту, то есть, при достижении вот дальнего локального максимума движения было дальше. А здесь вот, собственно, я присоединился. Но, то есть, и мы видим, что, в принципе, индекс DAX, он достаточно хороший, дает движение. Поэтому для тех, кто не смотрел этот инструмент, то также рекомендую посмотреть с точки зрения соблюдения рисков при депозите, там, от 1000 евро, 1-10-й лот здесь торговать вполне комфортно. По S&P, тоже еще один момент довольно-таки интересный. S&P, локальный максимум, локальный максимум. Пробовал я его продавать, да, также небольшим объемом, пару дней назад, но вот следующий рывок как раз закрыл мою сделку по стоп-лоссу, потому что, ну, новый импульс я не очень-то хотелось пережидать. И, собственно, вот здесь я уже вышел, да, по данному локальному максимуму отсюда. И вот сейчас мы видим новый ролок. Я, наверное, вот это крайнее значение, где я попробую его продавать еще раз. То есть, если сформируется сигнал на продажу, да, с точки зрения часового таймфрейма, то я его попробую продавать. Какая была логика в предыдущем входе? В предыдущем входе вот у меня был образован локальный максимум, то есть вот цена движется без, ну, практически вот здесь в этот момент не было коррекции, был локальный максимум, и я для себя ищу те ситуации, когда продавцы, да, или покупатели начинают перехватывать инициативу. Собственно, вот этот момент произошел как раз вот на фоне этого движения, то есть когда цена закрепилась ниже области минимальной значения 16 апреля, я вошел на продажу, причем входил отложенным ордером, то есть поставил отложенный ордер в область, насколько я понял, 2906, но можно посмотреть в истории, и стоп-лосс, соответственно, вот за локальный максимум. То есть у меня было четко все привязано, то есть вот есть вход, куда я хочу войти, есть стоп-лосс, который у меня стоит. Может цена пойти выше? Конечно, может, поэтому должен стоять стоп-лосс. Риск был чуть меньше половины процента, поэтому, в принципе, достаточно комфортно это была сделка открыта, ну и закрыта, собственно, по стоп-лоссу без каких-либо сожалений. Ну, рынок не пошел, да, то есть такое бывает. Сейчас я попробую рассмотреть вот эту же ситуацию, если цена будет дальше двигаться по направлению вниз, ее также попробую еще раз продавать, да, то есть отторговывать вот это отбитие, если оно появится. И, собственно, дальше буду смотреть, как ситуация будет развиваться. Да, сейчас вернусь в чат. Анна задает вопрос, сказочная среда 150, M-Frame Daily, свечи ждать, не входить в золото. А, окей. 3-5 свечей ждать, не входить в золото, окей. И сделка она у вас на продажу, да, насколько я понимаю, а уже или на покупку. Надежда задает вопрос, а если нет ретеста, это пробой или это никакой не уровень? Очень хороший вопрос. Вот смотрите, я, например, в своей торговле ретест использую как раз для входа, да. То есть, вот, например, я торгую на сделку, у меня открывается на часовом таймфрейме. И вот ретест к уровню я использую как ориентир для входа. Ну, вот если вернуться, ну, давайте посмотрим, например, евро-доллар, то есть вот найдем ту ситуацию, где я как раз сделку открывал. Тут первый раз, да, она была открыта. Входил я тоже двумя этапами, вот эти синие стрелочки, которые здесь на графике есть. Здесь первая сделка была открыта по рынку, потому что, ну, 43 пункта по евро-доллару, то есть момент как раз появления точки для входа, он достаточно хороший. Поэтому здесь я сделку открыл без, ну, то есть дожидания какого-то ретеста, то есть цена была для меня комфортной. Но следующий рывок вверх, и я поставил сложный ордер как раз, ну, получилось чуть ниже вот этого области ретеста, то есть ожидал добавления к этому уровню. Открылась еще одна позиция, вот дальше мы пошли уже по направлению вверх. Здесь сделка была закрыта по стоп-лоссу, как раз вот на фоне вот этого движения, вот этих свечей, которые здесь произошли. То есть там 50 пунктов по первой сделке было, и 30 пунктов по второй сделке, то есть 80 пунктов суммарно. Движение, конечно, было и выше, чуть дальше, но, собственно, достаточно неплохо тоже здесь я вошел. Если бы у меня не была открыта сделка вот здесь, потому что это было как раз начало рабочего дня, то есть 8-9 часов, я открываю график, проверяю, что происходит, что поменялось на рынке, что не поменялось, ну и планирую, что буду делать в этот день. Открыл, смотрю, цена мне подходит сейчас, стоп-лосс достаточно недалеко, эту сделку я планировал, как раз она была сформирована в Близи области поддержки. Открыл сделку, окей. Если бы я открыл условно в середине дня терминал, увидел, что вот цена находится здесь, тут, тут, я бы поставил, я бы не стал входить по локальным максимуму, да, то есть потому что это, ну, достаточно большой стоп-лосс, и я бы здесь поставил отложенный ордер, buy limit на уровень ретеста. Да, то есть здесь как раз мы видим, что цена к нему подошла, и в этом случае моя сделка была бы открыта. Как это было по S&P? То есть вот сигнал произошел, вот я увидел вход, ну, то, что уже сигнал, можно покупать, да, то есть можно покупать, увидел вход здесь, но цена меня не устраивала. Я поставил отложенный ордер, отложенный ордер стоял на, я не всегда тоже ставлю на, или это ретест уровня, да, но здесь было достаточно большое количество пунктов, или я ставлю середину диапазона, то есть то, что еще один будет рывок, да, то есть мы ворвемся обратно в диапазон, как может произойти с золотом, да, то есть мы обратно пробьем этот уровень, не обязательно мы должны у него остановиться, и уже тогда я присоединюсь по этому уровню. То есть вот вошел где-то вот на этой свече, по отложному ордеру sell limit как раз была сделка открыта, со стоп-лоссом вот сюда, да, то есть вот за локальный максимум. У меня есть три параметра, вход, стоп-лосс, тейпрофит, я уже смотрю по ходу движения, то есть главное, чтобы был потенциал там снижения или роста. И вот тут открывается, соответственно, сделка на продажу, и дальше я смотрю уже ее развитие. После того, если бы цена обновила локальный минимум, я бы перенес стоп-лосс вот за этот максимум, дальше бы уже ее сопровождал, но так как этого не произошло, сделка осталась, стоп-лосс остался там, где остался, и сделка была закрыта по стоп-лоссу. Алекс задает вопрос, смотрю ли я объемы. Ну, на самом деле для меня очень показательно именно, то есть вот что такое свеча, да, то есть вот свечи японские, они были придуманы давно, но в них очень большой смысл заложен. Фактически, да, мы можем не видеть объемов какой-то момент, то есть мы не знаем, там было проторговано 5 триллионов или 4 триллиона, мы не знаем. Но что мы знаем? То, что спрос берет верно к предложению, да, или наоборот. Если мы с вами видим большую белую свечу, возможно, там было не такое большое количество участников, но то, что продавцы в этом момент сильнее, это, ну, дополнительно подтверждает. Когда такие ситуации возникают вблизи локальных максимум, то есть как раз период перелома, да, то есть вот эти свечные модели, которые с длинной тенью, с маленьким тем, то есть дожи, падающая звезда, молот, то есть там много таких моделей, которые формируются, ну, принцип у них один, названий много, и вот тогда от этих уровней можем ожидать как раз отбить. Ну, вот как таковые объемы я не смотрю. Ну, и к тому же, там, с точки зрения валютного рынка, объемов, ну, реальных объемов мы не знаем, может смотреть только привязку, например, к объемам на Чикагской бирже. Юрий также задает вопрос по поводу цен на золото, зависит от цены на нефть. Много инструментов, которые взаимосвязаны, безусловно, можно находить определенный корреляц, но они не всегда, ну, не всегда зависят друг от друга. То есть здесь в зависимости от инструмента, да, то есть там американский доллар, он влияет на цены на нефть, да, и, там, например, в Канаде, да, то есть канадский доллар тоже влияет на цены на нефть, но не всегда эта налогия, она равнозначна. Иногда может быть, то есть тут вопрос, что было первое, курица или яйцо, то есть тут эта ситуация может быть, может периодически меняться, но определенная взаимосвязь, безусловно, есть. Так вот, возвращаясь к уровням, еще раз, да, то есть давайте вернемся к нашему плану, который мы с вами делали в самом начале, и еще раз резюмируем, да, то есть к концу нашего вебинара. То есть уровни – это скопление каких-то важных, ну, ценовое значение, которое цена не может пройти по тем или иным причинам. Мы не знаем, по каким причинам. Для нас это, ну, не имеет большого значения. Мы с вами не банк, да, мы с вами не какая-то инвестиционная компания, а мы работаем со своими деньгами. Нам важно не поменять рынок, нам важно присоединиться к тому движению, которое на рынке появляется, да, то есть эти движения могут делать большие банки, да, или еще кто-то не столь важно. Нам важно к этому движению присоединиться, что мы с вами и делаем. Поэтому поиск сделок для входа вблизи уровней, и которые особенно появляются на дневном таймфрейме, они всегда будут наиболее значимы и наиболее интересны. Линия тренда, которая у нас формируется на графике, она дает возможность как раз присоединяться по ходу этого движения. Это очень хорошо, когда, например, вы торгуете акцией, да, то есть формируете ваш инвестиционный портфель, и, ну, не всегда интересно покупать по самому максимуму. То есть можно дождаться коррекции и покупать акции по более интересной цене, и, соответственно, на выходе получать лучшую цену. Опять же принцип, да, он зависит от того, кто на рынке сильнее, да, продавцы или покупатели. Могут продавцы продавить уровень, да, или не могут, не могут. Зеркальный уровень могут служить как подтверждением смены тренда, то есть сначала цена пробивает, пробивает уровень, пробивает уровень, как, например, вот здесь, то есть она вот пробила. Во-первых, мы завершили вот это восходящее движение, то есть первое, мы завершили восходящее движение, и затем уже ретест к этому уровню даст нам точку для присоединения, то есть точку для входа. Пробой уровня. Здесь важно помнить о том, что это свеча, которая, по крайней мере, одна свеча, которая закрепляется выше, выше какого-то значения, то есть открывается и закрывается за уровнем. Ну и точка входа наиболее оптимальна, которая идет в область отбития от этого уровня. То есть если линия тренда, то есть мы от линии тренда отбиваемся, то есть, например, по восходящему тренду, если это боковик, да, то есть торговый идет в канале, то есть мы отбиваемся вот ниже, границы или отверстие. То есть это всегда будет более безопасно, чем ходить, например, где-то в середине данного диапазона. Ну и сделка эффективная, да, то есть опять же я не устану повторять, что стоп-лосс, да, риск-менеджмент, это всегда залог успеха. То есть вот опять же, многие, кто смотрят мои стримы, да, могут сказать, что, ну вот Роман уже торгует там практически два месяца, а собственно особого результата нет. Но я провел достаточно большое количество сделок, в которых я как раз попытался войти на моменте расторговки, то есть когда идет, начинается какое-то движение. У меня было там порядка 30 сделок, которые были открыты, и которые не давали мне возможность делать это второй раз. То есть вот сейчас перед вами, наверное, весь полный стейтмент, который у меня здесь отображается. Для меня неинтересно закрывать там сделку в ноль, когда цена вот только-только вышла там плюс один, плюс два пункта. Мне интересно взять более продолжительное движение. То есть вот как было, например, по DAX. Я надеюсь, что таких движений у нас с вами будет довольно-таки много, и будем вместе их также искать. Поэтому риск-менеджмент, он дает как раз возможность смотреть результат не в краткосрочной перспективе, потому что да, можно было войти одной сделкой, заработать там, удвоить депозит, потом следующей сделкой все потерять. То есть здесь моя задача в данном видео, это планомерно показывать, как это может происходить, и в данном случае там с депозитом в размере 1000 евро, потому что это, ну, наверное, минимальная штука. Пользуясь имеет смысл торговать. Владимир предлагает двинуть рынок своими копейками. Ну, если, наверное, мы сейчас все с вами договоримся и купим золото, то, наверное, ничего не произойдет. Но, тем не менее, мы будем стараться, скорее всего, просто присоединяться к рынку и исходить из этой ситуации, из этой идеи. Ну, что ж, коллеги, наверное, с точки зрения торговли по уровням, я рассказал все, что хотел рассказать, да, то есть на сегодня, поэтому сегодня мы будем заканчивать наш стрим, да, наш вебинар. Если у вас какие-то остались вопросы, то сейчас есть отличная возможность их задать. Пожалуйста, напишите в чат ваши вопросы, которые у вас появились, и мы в оставшиеся еще несколько минут их разберем. Ну, и также, если у вас появятся предложения по теме вебинаров, да, то есть мы всегда, я всегда очень рад получать какие-то предложения по разбору каких-то ситуаций, каких-то тем, напишите, пожалуйста, на... Можете написать мне на почту и можете написать сейчас в чате. Сейчас вот я напишу также свою почту для тех, кто захочет написать чуть позже роман.саков.собака.адмиралмаркетс.ком И мы со своей стороны также постараемся подготовить уже вебинары по дополнительным темам. Фигуры разворота, VSA, окей. Я, ну, скажем так, то есть я любой, любой, любой момент, то есть стараюсь пропустить сквозь призму своего движения, ну, своей торговли. То есть я несколько лет назад, да, то есть использовал торговую систему Билла Вильям, сейчас я ее не использую. То есть я, скорее всего, не смогу вам про нее рассказать, да, то есть так как я ее сейчас не использую, но попробую как раз вот те моменты, которые вы сейчас пишете или которые мне напишите на почту, их как раз рассказать. А по поводу точки входа у нас, кстати, был, был недавно вебинар, запись есть как раз на нашем YouTube-канале, я вам сейчас тоже ссылочку, ссылочку приложу, вы сможете его посмотреть, если на нем не присутствовали. Да, вот сейчас здесь ссылка на запись, она появится. Ну что ж, коллеги, тогда на сегодня будем прощаться. Следующий наш такой вебинар будет посвящен японским свечам, мы проведем его через пару недель, поэтому если у вас какие-то есть также вопросы по японским свечам, присылайте, я обязательно также включу в наш следующий вебинар, чтобы мы смогли их разобрать. Все.